Дело в том, что на последнем с вами заседании Тверская городская дума приняла постановление о расчете арендной платы за муниципальное имущество. В соответствии с федеральным законодательством оценочная арендная плата у нас теперь будет в городе для предпринимателей. Это нормальная, это норма федерального закона, но, к сожалению, случилось так, что оценка оказалась значительно выше, как кажется предпринимателям, рыночной стоимости. Резкий рост арендных платежей стал для тверских предпринимателей громом среди ясного неба. Представители малого бизнеса не понимают, что им сейчас делать – бросать все, на что потратили всю свою жизнь или уходить в подполье. Арендная плата возросла в 2-3 раза. Средний показатель – 600 рублей за квадратный метр, включая подвальные помещения. Коммерческие же сдаются за 400 рублей за квадратный метр, но туда входят коммунальные услуги. Тверские предприниматели бьют тревогу. Для того, чтобы хотя бы к этой цифре подойти, надо быть подготовленным. Если я сейчас с этой цифрой буду применить не для своего кафе, то у меня очень удорожают все блюда и все прочее, все мои услуги. Я боюсь, в моих услугах нуждаться население не будет, потому что понимаю, что такое инфляция, когда идет постепенный момент. И что такое можно аренду все эти годы, 2006 года всегда аренда была на инфлятор, нажалась. И нам как-то приемлемо было. Но сейчас вот такая сумма, она как-то неприемлема. Под удар попали больше ста представителей малого бизнеса. Кто-то уже опустил руки, написав акт об отказе от аренды. Но у кого-то есть сила на борьбу. Предприниматели написали обращение в Тверскую городскую думу, в опору России, в прокуратуру. У большинства организаций заключены договоры об аренде помещения до 2015 года. Но их пытаются признать недействительными. 20 лет платим аренду. Неужели мы за 20 лет как-то себе не выкупили право хотя бы не убегать отсюда, не выкидывать нас отсюда. Они уже повышают аренду каждый год на проценты инфляции. Но пусть даже еще больше будет немножко процентов. Но в два раза это просто нереально. При том, что сейчас огромная конкуренция. Сейчас вот именно парикмахерских вагонов, да, аптек много, магазинов много. То есть выживать и так сложно. Рынок, ну не так же вот дикий рынок такой вообще, как на Западе может быть, да, раньше там в первые времена были. Но сейчас же все-таки уже времена другие. Ну нельзя же так с людьми, которые работают. Мне просто обидно. У нас люди все работают, те, которые уже по столько лет работают. Куда они пойдут? Мы ничего другого не умеем. Куда мы пойдем? На улицу выгонят нас? Я не знаю. Вот для меня это очень болезненно, очень-очень. Страдают в первую очередь люди, которым светит потерять любимую работу. Арендная стоимость зависит от помещения, вернее от того, насколько его оценят. Предприниматели сейчас грамотно ориентированы и юридически подкованы. Оценщику они верят не склонны. Владельцы бизнеса были бы рады купить помещение и спокойно трудиться. Но это баснословные деньги, которых, например, у владельца парикмахерской или булочной просто-напросто нет. Да, прокуратура разберется, глава города тоже рассмотрит обязательно. Но я хочу сказать предпринимателям. На последнем заседании Думы, когда мы принимали это положение об использовании муниципального имущества, была принята такая поправка, что через два месяца мы обязательно вернемся к рассмотрению этому вопросу. Я, как председатель опоры России, как депутат Тверской городской думы, уже предлагаю, что для малого бизнеса необходимо сделать понижающий коэффициент. А может быть, этого и не придется сделать, если прокуратура сочтет, что оценка сделана некорректно. Поэтому, уважаемые предприниматели малого бизнеса, не отчаивайтесь. Во-первых, не сдавайтесь, потому что, я знаю, очень многие хотят уже отказаться от своих помещений. Не торопитесь. У нас с вами еще есть возможность сделать нормальную арендную плату. С чем связано резкое повышение аренды? Остается лишь гадать. Малый бизнес и так еле-еле сводит концы с концами. Задавит ли их арендная плата? Оставит ли безработными сотни тверичан? На всем воле чиновников. Продолжение следует...